Я очень люблю арбузики. И постоянно их выращиваю. И вот в этом сезоне, как это часто бывает, у меня получилось даже многовато сортов, которые я собрался высаживать. Но делать нечего, отказаться я не могу. Это прежде всего арбуз Пекинская Радость Фермерская. Я не выращивал этот сорт. Я выращивал Пекинскую Радость Крестьянскую. Но она так хорошо себя показала. Но как назло, семян в этом сезоне я именно Пекинской Радости Крестьянской не нашел. Взял Пекинскую Радость Фермерскую. Но она очень близкий родственник. Надеюсь, тоже хорошие арбузики будут. Еще у меня сорт арбузов запланирован Сибирские Огни. Этот сорт я выращивал много-много-много раз. Очень неприхотливый сорт. Постоянно дает хороший урожай. Также арбуз Шугабэби. Это тоже проверенный сорт. Сахарный малыш тот же. И этот сорт тоже я много раз выращивал. Хорошие у него плоды. Тоже в этом году запланировал. По совету друзей огородников. Мне подсказали попробовать подмосковный Чальш-100. Очень хороший гибрид. И я тоже не мог себе отказать. В удовольствии. И вот взял немножечко семян. И этого гибрида арбузиков. Буду пробовать. Кроме того, не забывают меня и друзья. И вот мне прислали друзья попробовать совсем немного семечек. Ну уж очень хорошие. Это сорта. Это арбуз Визирь. Вот мне прислали друзья несколько семян на пробу. И арбуз номер 0418. Это тоже какой-то уникальный номерной сорт. Очень хороший. Вот немножечко семечек мне выделили. Непременно буду пробовать. Потому что очень интересно, что это за арбузики. Вот такие арбузы я запланировал к выращиванию в этом году. Многовато получилось. Но делать нечего. Найду место для всех. Поскольку арбузы я очень люблю. Я выращивал арбузы разными способами. Как в лунках, так и на грядках. В этом сезоне я решил выращивать на грядках. Грядка у меня стандартная. Шириной 90 сантиметров. Длиной где-то метра 4,5. У меня все грядки одинаковые. На постоянных местах напомню. Дорожки я не перекапываю. И вот я каждую грядочку, поскольку у меня много сортов. А хочется попробовать все. Разделил на три части. Перегородками. И буду в каждом, скажем так, вот этом участке грядки. Высаживать отдельный сорт. Если что-то не взойдет. Или взойдет плохо. То арбузы вполне можно потом пересадить. Рассаду арбузов я в этом сезоне не выращивал. Буду сеять семенами. Сею я, как всегда, арбузы сухими семенами. Никакой обработки не делаю. Но зато делаю загущенный посев. Загущенный посев. Он позволяет потом отобрать самые сильные растения. И, как правило, результат получается неплохой. Грядочки под арбузы обязательно выбираю с учетом того, какие предшественники росли на этом месте прошлый сезон. То есть, желательно, чтобы предшественники были хорошие для арбузов. Причем, размещаю грядки так, чтобы рядом, вот как у меня здесь, находилась, например, клубника. С одной стороны. А с другой стороны, вот видно, лук-репка. Это для того, чтобы, когда арбузы разрастутся, а они плодоносят довольно поздно, к этому времени, вот эта клубника, она уже отплодоносит. Это старая клубника, я ее буду удалять. И это место уже в июле освободится. И сюда уже можно будет свободно переползать, скажем так, плетям арбузов. То есть, для арбузов здесь будет дополнительное место. То же самое и с луком. Лук обычно во второй половине июля уже урожай собираем. И это будет место для разрастающихся арбузов. А вот для этих грядок арбузов сделано примерно то же самое. Вот справа размещены у меня шпинат и салат. То есть, эти культуры отплодоносят еще в июне. Вот с этой стороны, с другой грядок арбузов, здесь у меня размещен лук и зелень там дальше еще. То есть, тоже в июле месяце лук будет убран и освободится место для арбузиков. Вот с этой стороны будет свободное место и с той. Арбузы растут до сентября месяца и только тогда уже у них воспевают в нашей местности плоды. Время для посева арбузов я выбираю обычно, когда уже приходит достаточно теплая погода, чтобы почва уже прогрелась. Это вторая половина мая. Обычно к концу мая. Вот сегодня 24 мая. Тепло, несмотря на то, что сильный ветер. Но это посеву арбузов никак не помешает. Сеять на грядке арбузы очень просто. Я делаю по центру вот этих вот подготовленных простеньких грядок канавочку. Глубиной сантиметра 3-4 именно на эту глубину будут посеяны сухие семена арбузов. И все, можно уже приступать к посеву. Посев арбузов, как и для других культур, применяю загущенные. То есть, опуская семена в канавочку примерно через 10 сантиметров. Если семян у кого мало, то, конечно, можно сеять арбузики и пореже. А я буду потом прореживать и выбирать самое сильное растение. Канавочку потом заравниваю. И на этом посев арбузиков закончен. Потом грядочка будет полита. И арбузикам останется только благополучно взлетись. Как всегда, где какие сорта арбузов посеяны, я помечаю в тетрадочке. Чтобы было потом видно, что где растет. Конечно, это не очень хорошо, когда большое количество сортов и гибридов арбузов размещаются на таком небольшом пространстве. То есть, совсем рядышком. Это уже сразу можно отказаться от сбора семян. То есть, будет перепыление. Семян уже сортовых не собрать. Ну и некоторые могут возникнуть нюансы по поводу качества плодов. Ну, делать нечего. У меня сортов много. Размещать их все нужно. Надеюсь, арбузики взойдут хорошо. Будут расти здоровыми, крепкими. И плоды вырастут крупные, сладкие, вкусные. Чего я желаю каждому огороднику. Бахчеводу. Чтобы у него были вкусные крупные арбузы. Очень вкусные свои арбузы. Куда на них в магазинном. Ешь и не наешься. Во рту тэп. Будем надеяться на хороший результат. Продолжение следует.